Лиски, село Лискинского района, расположено около устья одноименной речки, впадающей в Дон. Речка Лиска упоминается в книге «Большому чертежу», написанном в 1627 году. В самом конце 17 века на этой речке уже появляются крестьяне, которые живут здесь целое лето, работают на одного ловкого острогорского попа Куко-Ленка. А 1699 год можно считать временем основания села Лиски. Воронежский митрополит Митрофан выпросил эту землю у царя Петра, и царским указом «пустая земля на крымской стороне за речкой Лиски была пожалована митрополиту». Митрофан, конечно, обманул царя, указав, что эта земля пустая, ведь кто-то там жил и работал на попа. Скорее всего, это были обедневшие крестьяне украинского происхождения из Острогорска. В царском указе также сказано о поселении на пожалованной земле других крепостных. Видимо, небольшое число их тогда же в 1699 году и поселили. Возникла маленькая деревенька в устье Лисок, причем ей в то время было дано название Петропавловка. Митрополит Митрофан этим самым выразил свою лесть царю Петру, которого он, впрочем, не постеснялся обмануть, назвав деревеньку в честь святых апостолов Петра и Павла. Жителей в деревне было совсем мало, и в 1715 году уже новый митрополит Пахомий писал графу Апраксину, вершившему все дела в Воронежском крае. «Прошу вашей светлости, милостивого повелительного указа, в отчинах наших, на речке Лиски, о поселении вонных людей Черкас, так называли украинцев, малого числа для самой крайней нужды, понеже посторонней вонных отчинах, великую обиду чинят, леса рубят, рыбу и зверей ловят». Эта просьба не была сразу удовлетворена. В следующем 1716 году митрополит Пахомий снова просил дать ему крепостных для поселения на речке Лиски. На этот раз крестьян дали, деревенька возродилась, а в 1717 году в ней была построена Петропавловская церковь. Село стало называться так – Петропавловская Лиска. 29 апреля 1803 года церковь сгорела. Пожар произвел настолько удрущающие впечатления на церковников, что вновь построенную каменную церковь они назвали Троицкой. После этого и село уже не именовали Петропавловской. За ним окончательно закрепилось его нынешнее название по речке Лиски. А речка была правильно Лыска, так именуется потому, что она течет около меловых, почти лишенных растительности лысых гор. Итак, маленькая речка дала название селу, затем станции на противоположной стороне Дона, выросшей около станции город, также назывался Лисками. Район, в котором находится село и речка, называется Лискинским. В 1870 году при прокладке железнодорожной линии станция на левом берегу реки Дон получила название Лиски. В 1900 году в Лисках имелось три общественных здания, две школы, маслобойные и кирпичные заводы, 16 витриных и водяная мельница, 7 лавок и трактир. С июля 1942 года по январь 1943 года Лиски были оккупированы гитлеровцами. Абрамка, так старожилы села Лискин называют Огромный Лох, расположенный рядом с селом. С 1 по 3 августа 1942 года здесь были расстреляны мадьярыми немцами 90 местных жителей. В 2012 году место расстрела обустроили. Помощь оказали архиепископ Арсений и местное сельхозпредприятие. Абрамка, так с древних времен называли старожилы села, Огромный Лох, со звонкоголосую, кринецей, подступавшей к селу с поля. И не думал, не гадал люд сельский, что в лето 1942 года не соловиной трелью наполнится до самых краев Абрамка, а пулеметными очередями. Немецкие танки, прорвав оборону Острогорска и Каратаика, уткнулись хищными стволами в правый берег Дона, за окраинными улочками сел Лиски и Залужное. Не удалось фашистам сходу взять непокорную станцию Лиски и город с неговорящим именем Свобода. И тогда, чтобы в спины захватчиков не дышал русский гнев, объявили они Лиски и Залужное прифронтовой зоной. Прифронтовая значит безлюдная, вспоминает Алексей Синенников, бывший партизанский связной. 12 лет мне в то ли это было. В конце июля вслед за немецкими мотоциклистами пошли по улицам автоматчики. Из домов женщин с детками малыми до немощных стариков выгоняют, прикладами в колонны заталкивают. Погнали через Никольскую гору на дорогу, ведущую в Ковалево. По бокам всадники на огромных лошадях, плач над колонной стоит, пыль и жара несусветная. Некоторые женщины кинулись из Никольского родника воды детишкам набрать, так изверги автоматными очередями их остановили. Воду по дороге пили из копытных следов, оставшихся на обочине. К сумеркам втянулась изможденная колонна в Ковалево. «Согнали немцы нас в кучу на площади, здесь ночевать будете». Женщины, кто помоложе, засобирались в село наше вернуться, чтобы еды и одежды детям прихватить. К утру надеялись обернуться. Пошла с ними наша соседка тетя Маруся. Но никто из женщин так и не вернулся к утру. Прибежали плачущие детки, рассказали, что всех их в обрамке расстреляли немцы. И тетю Марусью тоже. А вот что вспоминает еще один очевидец. Ольга Дмитриевна Тютюнникова, сидя на крыльце, вязала шерстяные варежки, когда услышала с улицы плач сыночка Василия. Рослый мадьяр, схватив ребенка, тащил его к обрамке, снимая с плеча винтовку. Бросившись на крик, женщина стала умолять изверха обменять сына на варежки. Так варежки и спасли сына. Учительница Лисянской СОЖ Татьяна Закотельникова, которая вместе с мамой Верой Николаевной Стародубцевой занималась трагедией обрамки, рассказала и о таких драматических эпизодах. Нашей землячке Марии Сергеевне Милькиной в ту пору было 16 лет, когда она вместе с мамой и другими женщинами и детьми вернулись в Лиски из Ковалева, чтобы взять провианта и одежду. Мадьяры всех арестовали и повели в обрамку, заставили копать яму. Сначала расстреляли женщин, потом на край расстрельной ямы поставили семерых детишек вместе с Машей. Но начался обстрел, и расстрелять детей изверги не успели. На ночь закрыли в хате, а утром выдали пропуска и заставили вернуться в Ковалева. Не успели детишки отбежать за околицу, как по ним открыли огонь из пулеметов. Слава богу, никого не убили. А Маша Милькина, оставшись без мамы, одна воспитывала пятерых своих сестричек и братиков. Другой землячке Евдокии Жижелевой в августе 1942 года было всего 4 годика. Мама пришла с ней в село и, оставив ребенка у железнодорожной насыпи, направилась в избу, чтобы взять картошки. Мадьяры схватили ее и тоже расстреляли в обрамке. Девочка росла одна, потом уехала в Украину. В прошлом году группа учителей Лисянской школы по приглашению земляка владыки Арсения гостила в Светогорске, в Светогорской Свято-Успенской лавре. И неожиданно встретили там Евдокию Савичну Жижелеву, которая, узнав о земляках, пришла встретиться с ними и передала всю свою пенсию, чтобы в лавре помянули ее расстрелянную в обрамке маму и всех лисянских детей и женщин. Недавно стараниями владыки Арсения расстрельное место в обрамке превратилось в величественный мемориал памяти об убиенных земляках. Черный облицовочный мрамор, рассказывает настоятель местного храма отец Андрей, привозили из Украины. Селяне, узнав, что здесь возводится памятник расстрелянным жителям Лисок, сами приходили и предлагали свою помощь. Очень хорошо помогли техникой и материалами специалисты компании Канива при прокладке в обрамку дороги и возведении каменной часовни, которую возводили рядом с родником мастера из Лавры. Светит теперь мемориал в обрамке ликами и именами расстрелянных. С черного мрамора скорби слезами черными стекают капли росы. Узнал о расстрелянном яре столичный учитель с лискинскими родовыми корнями Виктор Кучерявенко. Вместе со своими московскими школьниками выковал из стали памятник-символ для похороненных в обрамке. Древом жизней его нарек. 90 листочков свечек в его ветвях. Пока столько имен убитых назвала обрамка, но не всех еще назвала. И надломленная веточка с нераспустившимся бутоном на скорбном древе символизирует оборванную жизнь, символизирует оборванную жизнь только что народившегося младенца. В корнях дерева корчится фашистская свастика. Жизнь с ее спутником добром сильнее смерти оказалась. В настоящее время в селе Лиске имеется средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, амбулатория, почтовое отделение. Проживает в селе 2481 человек. Продолжение следует... Продолжение следует...